Это 160 тонн серебра был должен этот должник, когда проверили, царь проверил, как он работает, оказалось, что 160 тонн серебра задолжал, то есть труд такой передовой был у него, что оказался должен 160 тонн. И тогда царь повелел его бросить в темницу, чтобы вернуть этот долг. Здесь тоже непонятно, как сидя в темнице можно отдать долг, но это непонятно нам, потому что мы живем в другое время. А в то время долг изымался у всех членов его семьи. Вот эта сумма денег, который был должен, она говорит о том, что это был не простой должник, а высокопоставленный должник. И его должны были ввергнуть в темницу, для того, чтобы все остальные его члены, его клана, чтобы они все возместили. А в это время должник должен сидеть в темнице, и не просто сидеть, а быть истязаемым. То есть подвергаться всякого рода истязаниям, чтобы долг родственники отдавали побыстрее. Такая была практика в то время. И вот этот должник пал перед царем и стал просить его о помиловании. И царь его помиловал и простил ему весь его долг. Это значит, что он снова стал, обрел свободу и был уже не был должен царю. Но произошло интересное событие, описываемое в притче, что этот должник встретил по дороге своего должника, который должен был ему 100 динариев. Это как бы тоже деньги, да, это примерно трехмесячный заработок, средний по тем временам. Это тоже деньги, не маленькие, но не 160 тонн серебра. Это несоизмеримые долги абсолютно. Это как песчинка в море. И вот этот должник взял, что называется, за грудки своего клеврета. В другом Евангелии по-церковно-славянски красиво написано «Ем его давляше». То есть он его схватил и стал душить буквально. Стал душить и говорить «Верни мне срочно мои 100 динариев». И тогда он сказал «Подожди, потерпи, я тебе отдам все, потерпи на мне». Но он не стал терпеть. И вверх его в темницу, чтобы вернуть этот долг. И тогда донесли царю о том, что вот тот, кого ты простил, на ком ты проявил свою милость, он-то на самом деле не милостивый человек. Вот он за 100 динариев посадил человека в темницу. И тогда царь разгневался и приказал привезти его. Как бы состоялся разговор. Не 10 ли тысяч талант ты мне должен был? Я тебе все простил. Разве тебе не надлежало так же поступать со своими подчиненными, как я поступил с тобой? На что, конечно, ответа никакого не было и не могло быть. И тогда царь повелел ввергнуть этого должника тьмою талант в темницу и истязать его до тех пор, пока не отдаст последнюю копейку, можно так сказать по-русски. И итог этой притчи, мораль, которую говорит Господь, что если вы не будете прощать вашим должникам, то и Отец ваш Небесный не простит вам. В другом месте в Евангелиях есть очень сильная фраза по этому поводу. Говорится о том, что суд без милости над несотворившим милость, милость превозносится над судом. Вот это выражение «милость превозносится над судом» не совсем понятно. А это надо понимать так, что над тем, кто не оказал милость, суд бывает без всякой милости. И милость, она как бы взлетает, уходит из этого суда. Она оставляет этот суд без милости, без себя. Оставляет суд без себя. И суд, в нем уже нет, нет, в суде, которым нет милости, это жесточайший суд. Это кара, это сплошное наказание, это то самое плач и скрежет зубов. Но хотелось бы сказать не только о страшных наказаниях тем, кто не милостивый, но и хочется сказать о милости Господина Царя. Конечно, в этой притче речь идет о Боге, и сам Господь говорит об этом в конце. Что дело-то не в царе каком-то и клевретах его, а дело в нашем отношении с Богом и ближними. И вот та сумма огромная или масса серебра 160 килограмм, 160 тонн, это говорит о том, что Бог нам прощает столько, что мы себе представить даже не можем, что это просто несметные сокровища. Которую мы ему должны, мы столько ему должны, что нас нужно посадить в тюрьму и истязать. Мы достойны этого, каждый человек. Мы можем этого не замечать и не видеть. И подходя на исповедь, не вспомнить своих грехов, это бывает часто и густо. Но они есть, и их столько, вот сколько вот этого серебра был должен должник господину. И это невозможно отдать ничем. если мы думаем, что мы можем удовлетворить правде Божией какими-то своими делами добрыми, это неправда. Это невозможно. Если бы это было возможно, то не нужна была бы такая жертва Господа. А это невозможно. Это бездна греха, которая в нас живет, которую мы не видим, но которую нам прощает Господь по своему милосердию. И мы к этому милосердию привыкаем. Мы привыкаем, что Господь своей кровью очистил, искупил буквально, да? Вот это слово, когда на кресте Господь произнес, совершилось, это слово на иврите, оно означает совершение именно сделки, выкупа. Это слово звучало на всех торговых площадях того времени. Совершилось. Совершилось искупление нас. Выкуп внесен такой бесценный, который невозможно сосчитать. Нету его границ. Это любовь Божия, вылившаяся в его кровь за наши грехи. И вот, помня это, мы всегда должны об этом помнить, что этим нас Господь бесценной ценой своей крови искупил. И когда наши ближние, да и какие угодно, и дальние, и поперечные, и встречные, когда они согрешают по отношению к нам, мы должны всегда вспоминать, что сколько бы, как бы тяжело, и больно, и обидно не было, всегда напомнить, как Господь, насколько Он нам простил все, какова Его милость, и поступать так же по отношению к ближним. В этом и есть суть христианства. Подражайте мне, как я Христу, говорит апостол Павел. А как подражать Христу? Он взял из себя всего за нас, за грешных, не за праведных. Это неправильно думать, что вот я буду себя правильно вести, хорошо, и вот я, поэтому я и спасусь. Нет, не этим мы спасаемся. Бог сам говорит нам, Господь, я пришел не праведников спасать, о грешниках. Просто праведники иногда думают о себе, что они праведники. Ни один святой, причисленный к лику святых, не сказал о себе, что он праведник. Это Бог его оправдал и сделал праведником. Так вот, об этом мы должны всегда помнить. И в этом и есть смиренно-мудрее понимать, какой ценой мы куплены и прощать нашим должникам, нашим всем встречающимся нам на пути людям, помня, какую цену заплатил Господь за нашу свободу. Иначе суд без милости, если мы не поступаем милости нам с ближними, то над нами будет суд без милости. Милость уйдет из этого суда. И мы будем наказаны, доколе не отдадим последнюю копейку. Будем помнить, будем взирать на жертву Христа, на Его любовь к нам и так же поступать с нашими ближними. Аминь. С праздником, с воскресным днем вас. Субтитры создавал DimaTorzok